Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Еще одно происшествие на воде. На печоре провалился подлет и утонул снегоход. Пассажирка выкарабкалась, а вот водителя весь световой день искали спасатели. Ясли сад в центре Наринмара готов на 67%. Контракт на строительство был заключен в июне 2020 года. Ход работ на социально значимом объекте проинспектировал губернатор Юрий Бездудный. Спорт как смысл жизни. 30 октября в России отмечают День тренера. Праздник наставников, которые помогают спортсменам добиваться высоких результатов и значимых побед. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Еще одно происшествие на воде. На печоре провалился подлет и утонул снегоход. Пассажирка выкарабкалась, а вот водителя весь световой день искали спасатели. Василий Хатанзейский продолжит тему. Спасатели ведут поиски второго пострадавшего. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября. Снегоход, двигаясь по реке, провалился подлет. Это уже второй несчастный случай за эту неделю. 29 октября в единую диспетчерскую службу поступил вызов. Человек находится на тонком льду реки. По оперативным данным, несчастный случай произошел с водителем и пассажиром снегохода. Один из них самостоятельно выбрался на лед и вызвал спасателей. Девушку сразу доставили в Ненецкую окружную больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Сейчас продолжаются поиски второго гражданина, который управлял снегоходом «Буран». Пока поисковые работы ведутся, пока он не найден, глубина очень большая, до 12 метров в данном месте. Предварительно провалиться в полынью. По данному факту будут проведены проверки. Сотрудники МЧС в свою очередь рекомендуют не нарушать постановление о запрете выхода на лед. Обращаю внимание всех жителей округа, что на данный момент действует постановление главы города и главы муниципального заполярного района о запрете выхода и выезда на лед техники и людей. Если вы все-таки провалились под лед и оказались в воде, нужно следовать следующим инструкциям. Первое действие – не поддаваться панике. Стараться боком, закидывая одну ногу на лед, боком перекатиться на окрепший лед. Если не получается, значит, локтями ломать лед до достижения толщины, которая позволит выдержать вас. И перекатываясь, ни в коем случае не вставая на ноги, дальше продолжить движение ползком по льду к ближайшему берегу. Самое главное – не поддаваться панике. А лучше всего в первую очередь руководствоваться здравым смыслом и не рисковать своей жизнью. Не выходить на лед, а тем более использовать для передвижения по водным объектам транспортное средство, вопреки всем запретам. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. И теперь информация об эпид-обстановке в регионе. По данным портала stopcoronavirus.rf, в Ненинском округе за сутки выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 31 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2725 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2642 человека. В регионе зарегистрирован 61 летальный исход от коронавируса. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 189 человек. Еще у семи пациентов коронавирус был подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находятся 196 человек. Из них стационарное лечение получают 54 человека, амбулаторное – 142. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1106 человек. Напоминаем, что в Ненинском автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. На территории Ненинского округа с 29 октября посещать общественные места можно только по QR-коду, полностью вакцинированным или приболевшим, а также по ПЦР-тесту, сделанному не ранее, чем за три дня до предъявления. Справки по медицинскому отводу не принимаются. На несовершеннолетних детей новое правило посещения общественных мест не распространяется. Следует отметить, что торговые точки, магазины в перечень ограниченного посещения не входят. Государственная дума приняла в первом чтении бюджет страны на 2022, 2023 и 2024 годы. Депутат Государственной думы от Ненинского округа Сергей Коткин рассказал в коротком телефонном интервью, как проходило обсуждение главного финансового документа России. Накануне внесения бюджета на первое чтение в Государственной думе, члены фракции «Единая Россия» встретились с министром финансов Антоном Силуановым. «Была очень непростая встреча. Все вопросы, которые мне задавали, ну не все, конечно, абсолютное большинство вопросов, которые задавали мне жители Ненинского автономного округа в ходе предыборной кампании, были озвучены министру. На многие вопросы мы ответа не получили. Поэтому договорились о том, что мы принимаем проект бюджета в первом чтении. В целом парламентарий отметил, что бюджет 2022 года будет носить характер развития. В нем максимально учтены и обозначены позиции послания президента и не только этого года. Также Сергей Коткин напомнил, что в начале ноября намерен приехать в Ненинский округ, на региональную парламентскую неделю и готов встретиться с жителями, чтобы обсудить актуальные вопросы. В Наринмаре прошло заседание Окружного совета по развитию оленеводства. В нем приняли участие представители оленеводческих хозяйств, депутаты окружного собрания, заинтересованные органы власти. У хозяйств накопилось немало вопросов к представителям власти. Так, например, председатель СПК ХАРП Надежда Канева озвучила текст обращения всех из ПК Ненинского округа к представителям власти. Сельхозпроизводители на сегодняшний день оказались в очень сложной ситуации, ввиду того, что из года в год мясоэкономинант принимал визит заявленный объем мяса оленины. В этом году у нас берут всего по 50% от объема. У некоторых вообще, может быть, не было произвести закупку. Что делать с мясом? Присутствует транспортная инфраструктура в Ненинском округе. Необходимо срочно доработать соглашение на датирование мяса оленин, вопроса датирования за пределами Ненинского округа, реализации населения и собственную переработку. На сегодняшний день на сайте Департамента финансов и экономии Ненинского округа размещено уведомление о начале публичных консультаций по проекту постановления администрации Ненинского округа о внесении изменений в порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию сельхозпродукции. На предварительном совещании в Департаменте природных ресурсов и экологии был разговор, все вот здесь присутствующие, там были сельхозники, и что мы просили, чтобы датацию оставили в пределах 150 рублей. Это также за 1 килограмм или 150 тысяч за 1 тонну. Но опять в проекте стоит 75 рублей за 1 килограмм. Руководитель профильного ведомства Альберт Чебдаров в свою очередь сообщил, что администрации региона принят ряд решений, которые позволят не допустить снижения объемов субсидирования отрасли. Он отметил, что в постковидный период оленеводство переживает ряд неблагоприятных явлений, связанных с потреблением продукции. Спрос на нее упал из-за ограничительных мер, в том числе в период закрытия детских образовательных учреждений. Остатки мяса на складах АО «Мясопродукты» в свою очередь не позволяют предприятию оперативно выкупать у оленеводов весь объем сырья. В рамках визита губернатора оленеводческого хозяйства «Харп» в Красное, это было прошлой зимой, было принято решение расширить перечень субсидий, которые у нас есть. То есть не только давать субсидию за мясо, которое направляется на промышленную проработку, на комбинат мясопродуктов, но и предоставлять субсидию за мясо, которое реализуется за пределы округа, которое реализуется, перерабатывается на территории самих оленеводческих хозяйств, если у них эти пункты переработки есть. Во вторую очередь это стимулирует их самих вкладываться в свою переработку. Губернатор получил держать вопросы ли у него на особом контроле, и вот та мера поддержки, которую мы сегодня будем обсуждать, о расширении перечня субсидий, в том числе на экспорт, это внутренний экспорт. К сожалению, внешний экспорт так и остается для нас сложным вопросом, потому что коронавирус продолжает пушевать, а с другой стороны геополитика не позволяет нашу оленину выпускать на европейские рынки. В связи с этим мы будем развивать внутренний экспорт. Магазин в Архангельске уже показал свою эффективность, также будет развиваться деятельность по созданию магазинов в Республике Коми, в Санкт-Петербурге, в Москве. Сейчас подбираются площадки, для этого мясокомбинат проводит отдельную работу. Также мясокомбинат проводит работу по увеличению холодильных емкостей, чтобы все-таки не ограничивать прием мяса от олени. Отдельно на совете рассмотрели вопрос обновления материально-технической базы оленеводческих хозяйств. Планируется закупка снегоходов для оленеводов в строительство новых убойных пунктов. Также в планах профильного департамента организовать доставку продуктов питания для оленеводов на вертолетах во время выполнения природоохранных рейдов. В качестве участника пилотного проекта выступит СПК «Восход». Яслисад в центре Наринмара готов на 67%. Контракт на строительство был заключен в июне 2020 года. Ход работ на социально значимом объекте проинспектировал губернатор Юрий Бездудный. Подробности у моей коллеги Ольги Русул. Это что за утеплитель? Это изовер, стекловолокно, негорючий материал. Готовность объекта 67%. Работы ведутся за счет средств федерального и окружного бюджетов. В рамках регионального проекта – содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Национального проекта «Демография». Основные работы по наружке мы сделали. Мы сделали благоустройство полностью, посадили, осуществили посадки, сделали забор. У нас осталось на улице только площадки для детей. Осталось только весной посадить цветочки красивые. Это дополнительно. Это дополнительно. Яслисад рассчитан на 60 мест. Контракт на строительство заключен в июне 2020 года с подрядной организацией «Строюниверсал». Есть небольшое отставание в сроках, но подрядчик обещает наверстать. Сколько осталось работ внешних? Внешних нам, в принципе, завершить фасад на две недели еще. Две недели нам. Сколько сейчас работают людей на стройке? У нас порядка работы 40-45 человек. Уже выполнены работы покладки всех наружных и внутренних стен, монтажу плит перекрытия, оконных блоков, всех наружных инженерных сетей. Выполняются внутренние работы. Мы зашли, вот у нас центральный вход здесь, с этой стороны. Это вот входная группа будет, да? Да, входная группа здесь. Там будут пост охраны, соответственно, колясочные. Дальше по центру у нас две группы для малышей и по краям, слева-справа, для возраста 2-3 года. Завершается отделка, монтируется вентиляция, укладывается плитка. Работы на строящемся объекте идут в ускоренном темпе. Группа консолидирована, все группы по центру, каждая группа своя, как и должно быть в детском саду современно. Строительство социально значимого объекта находится на особом контроле главы региона. Подрядчик абсолютно вменяемый. Подрядчик, то отставание, которое было летом, наверстал за последние месяцы. По-прежнему остается небольшое отставание, но вот мы увидели на объекте, работает большое количество людей. Все материалы есть, все необходимые запасные части, все на объекте. Поэтому полным ходом идут строительные работы. И есть уверенность, что подрядчик сдаст этот объект вовремя. Объект очень нужный и очень важный, поэтому он на особом контроле. Напомню, цена контракта – 279 миллионов рублей. Объект должен быть сдан в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2021 года. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». И теперь хорошая новость для работников нефтяных месторождений, восточных оленеводческих бригад и жителей поселка Хорягинский. Теперь и в этом районе появились волны радио «Север-ФМ». Совместный проект реализовали Ненецкая телерадиовещательная компания и Ненецкая компания электросвязи. В прошлом году между двумя учреждениями было подписано соответствующее соглашение. В этом году Ненецкая ТРК внесла изменения в лицензию «Север-ФМ». А НКС приобрела специальное оборудование и получила дополнительные согласования на вещание в этом районе. 28 октября сотрудники компании на высоте 70 метров установили радиопередающую антенну. Частота обещания 100 МГц, как и в больших городах, что позволяет покрывать большую территорию. Мы живем в суровых арктических условиях, что может ухудшить качество вещания. Но, по словам Владислава Пескова, в районе Хоряги все будет работать. Зона покрытия около 10 километров, но пока расстояние уточняется. «Север-ФМ» вещает в тестовом режиме. Аудитория радио увеличится на 7 тысяч человек. Спорт как смысл жизни. 30 октября в России отмечают День тренера. Праздник наставников, которые помогают спортсменам добиваться высоких результатов и значимых побед. О человеке, который закладывает нравственный фундамент и открывает северным жителям мир спорта, расскажет Василий Хатанзейский. Разминка. Именно с этого начинается каждое утро Павла. Молодой человек уже с детства занимается спортом. И именно с этой сферой деятельности решил связать свою жизнь. Вообще изначально начал заниматься с 14-15 лет. Потом в данную сферу деятельности меня пригласил мой друг Скорцов Алексей Иванович. Но, если честно, изначально отказался. Почему? Потому что считаю, что когда ты сам тренируешься, это одно. А тренировать людей, ну это такая большая ответственность на самом деле. Но опасения быстро ушли. Павел решил получить профессиональное образование. И во время учебы еще сильнее утвердился в своем выборе. Очень интересно было. Почему? Потому что когда первая учеба у меня проходила в Москве. И просто большое количество тренеров там присутствовало. И помимо того, когда у нас курсы шли в переменах, в отдыхе, допустим на обед или какие-то перерывы, все собирались и обсуждали. То есть много у кого можно было поинтересоваться, спросить. Сейчас Павел проводит персональные тренировки. Всего у молодого спортсмена более 20 клиентов. Каждому воспитаннику Павел находит свой подход. Ведь при тренировке нужно учитывать не только физическую форму, но и особенности здоровья. Тренируюсь у него три раза в неделю. У меня были проблемы с позвоночником в поясничном отделе. С момента, как я начала тренироваться, мы укрепили спину и боли меня больше не беспокоят. Также достигла хороших результатов внешне в фигуре. Также Павел помимо физического воспитания всегда поддерживает своих учеников и мотивирует их на лучший результат. Павел замотивировал меня пройти обучение на нутрициолога. То есть сама сейчас могу составить себе план питания, корректировать его. Ну и в принципе замечательный тренер, который дает мотивацию и поддержку, когда тебе тяжело, хочется уже все бросить, не идти на тренировку, потому что у тебя плохое настроение или еще что-то. Для Павла сейчас самый главный результат – это счастливые лица и успехи своих воспитанников. На данный момент мне самому становится уже интересно тренироваться, а как у моих подопечных идут результаты, как они радуются. Вообще в целом, как меняется их эмоциональный фон, внешний вид. Вообще, как они начинают мыслить даже. Ну, человек меняется на глазах и это не может не радовать. Помимо тренировок, Павел контролирует своих воспитанников вне зала, каждому из которых он составляет план питания, что немаловажно для хорошего результата. На самом деле, каждому нужно расписать тренировку, каждому, как я говорил, индивидуальный подход. Помимо всего этого, людям еще нужно подкорректировать питание. Вот, не говорю, что прям там, как-то прям расчет точный, все такое, но какие-то рекомендации, еще что-то либо. Работа тренера – это не просто создание красивого тела, это целая философия. Благодаря тренерской поддержке люди берут себя в руки и делают себя счастливыми. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.